Семь месяцев прошло с тех пор, как смертельно опасный вирус поразил Нью-Йорк и остальной мир и унес жизни многих людей. Когда разразилась эпидемия, в качестве последней линии обороны был задействован спецотряд T-Division — группа агентов, которые до поры вели мирную жизнь под прикрытием. С тех пор члены спецотряда стали последней надеждой человечества на спасение перед полным его уничтожением. Для них ставки высоки как никогда. Вашингтону, самому защищенному городу на земле, угрожает опасность, а значит, целое государство находится на грани катастрофы. Игроку придется сражаться с врагами, которые разделены на четыре ключевых фракции. Бунтовщики — обычный народ, пользующийся преимуществами бедствия. Райкеры — перебильщики с острова Райкерс. Уборщики — люди физического труда посредством санитарной экипировки, устраняющие инфицированных. И последний человеческий батальон — бандитская частная военная компания. Вы должны, просто обязаны, дать мощный отпор враждебно настроенным фракциям и восстановить порядок в мире. Если Вашингтон будет потерян, американский народ ждет гибель. Только вы и ваша команда может предотвратить крах общества. T-Division 2 — продолжение успешного многопользовательского сюжетного боевика в открытом мире от компании Ubisoft. Вы — агент спецотряда, сражающийся на передовой в течение последних семи месяцев. Играть стало интересней. На квадратный километр местности появилось достаточное количество коллекционных нычек, небольших слайд-квестов. Геймплейно, вторая часть практически ничем не отличается от первой, что хорошо, зачем менять хорошую созданную механику, когда ее можно просто улучшить, в исключение попала листриба, которая в Вашингтоне ощущается более приятно, чем в Нью-Йорке. Из-за переделанной системы урона, от которой противники стали быстрее умирать, игра стала более динамичной, так как умирать быстрее будет и игрок. Урон чувствуется от каждого противника, при этом вы не сможете бегать как бешеный от противника к противнику, убивая их налево и направо, вам следует играть от укрытия, а не от балды. Но практика на самом деле показывает, что умирать будете меньше, если следовать ряду необходимых инструкций. Использовать укрепления, следить за уровнем брони, грамотно распределять экипировку и оружие. В принципе, последнее справедливо и для первой части. В игре стали сложнее боссы, теперь пулеметчики одеты в броню, которую вы либо ломаете, выстреливая половину своих патронов, либо по старинке, стреляете в мешочек с патронами. Снайперы же не такие дурачки, теперь они не выглядывают просто так, а выглядывают тогда, когда выгляните вы. Самые противные в этой части это гранатометчики. Если вы находитесь в укрытии, им будет буквально все равно, они так и так нанесут вам урон, вне зависимости попадут ли они вас или рядом с окопом, в котором вы сидите. И все это только на легком уровне заданий. В общем, искусственный интеллект здесь умнее, быстрее и сильнее. Графика в игре, как всегда, на высоте. Вашингтон натуральную величину просто чудесен в любое время суток и погоду. Исследуя масштабный по-настоящему живой открытый мир, мы столкнемся с разрухой на улицах. Руины напоминают, что последствия Черной Пятницы кошмарны. Природа начинает брать свое. Все вокруг зарастает зеленой травой и растениями вьюнами. Некоторые районы города затоплены ввиду поломок на местных плотинах. За пределами безопасной зоны повсюду снуют мародеры. Город стал разнообразнее. Если в Нью-Йорке у нас были только дома и небоскребы, то здесь появились административные районы, загородные локации и даже настоящие леса. Каждый район города подходит для разного уровня персонажей, что любезно указано на карте. Игра обещает быть жестокой, безысходной и непредсказуемой. Остается только пожелать удачи и всего самого наилучшего игроку, который решит поиграть в эту игру. Субтитры создавал DimaTorzok